В проекте осталось 6 участниц. Две из них сегодня покинут телешоу. А это значит, мы все больше приближаемся к финалу. Здравствуйте! Меня зовут Айгуль Гореева. Я являюсь психологом, коучем, бизнес-тренером и игропрактиком. И сегодня мы с вами будем играть в трансформационную игру «Активатор жизни». Игра затронет разные сферы жизни. Это поможет участницам проекта раскрыться наверняка. Напиши 5 расходов, 5 доходов за день. Как это связано с тобой, как это связано с твоим запросом на игру и на жизнь. Поделись с участницами, как и где. Ты любишь отдыхать с семьей. Любое то, что мы хотим, любое желание, оно за счет чего привлекает? За счет состояния. Заширение. Как правило, трансформационные игры помогают найти ответ на какой-то запрос, которого долго-долго, длительно тебя, скажем, триггерит. Зал для медитации. Ах, хала. Пусть эта медитация прощения приносит в твою жизнь освобождение и исцеление. Некоторые задания вывели девушек на эмоции, как бы они не пытались их скрывать и сдерживать. Это прям то, что ты думала. Позвони или отправь смс папе, маме. Скажи теплые слова. А сестре мой город мне позвоните. Сделай, как тебе сейчас комфортно. В последнее время у нас было много недопониманий. И мне очень тяжело от этого. Я просто хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. И лучше тебя для меня не нашлось бы ни одной сестры на этом свете. Мне было очень тяжело звонить. Я думала, что она будет занята. И, наверное, меня бы задело, если бы она сказала, что я не могу разговаривать. Но так получилось, что все сложилось таким образом. И она тоже растрогалась. И сказала мне теплые слова. И в скором времени мы с ней увидимся. И обязательно проведем время вместе. Именно сейчас, именно вот это, то, что когда-то где-то сдерживало, это сейчас прорыв для каждой из вас. Потому что каждый играет для каждой. Айгуль Гореева. Эксперт по развитию личности, наставник по созданию новых проектов. Поможет повысить личную и командную эффективность, построить структуру, настроить денежное мышление. Впрочем, эмоций сегодня будет еще много. Потому что мы отправляемся на следующую локацию. Здравствуйте, дорогие участницы телешоу. Рада приветствовать вас в школе вокала. Сегодня у вас пройдет мастер-класс по раскрепощению себя и своего природного голоса. Это больше психологический момент, что у вас звук «Нигде ты здесь застрял?» То есть мы закрываем глаза, таким образом у нас обостряются другие чувства, и мы лучше слышим. Конечно, у тебя вообще полно энергии. Это круто, оставь на куплет, на припев. А то ты сразу всем отдала, и потом скучно под конец станет. Я всегда стараюсь выехать больше на своей артистичности, на своей яркости. Поэтому в плане проявленности, в плане яркости, конечно, я превосхожу их в чем-то. Для опоры голоса мы прямо ложимся на этот мячик, чтобы сейчас удержать твою опору. Не просто... Я в свое время ходила на вокал, но не чтобы научиться именно петь, а чтобы себе поставить голос. Не сидела за саде... Вообще, что для вас песня? Это же не только, правильно, какие-то слова. Это ведь смысл, о чем ты поешь. Не хватает немножечко динамики, да? У тебя все примерно в одной манере. Я вообще, наверное, в нашей команде не вижу конкуренции. Наверное, я просто уверена в себе, что я отыграю все это. Голос — это визитная карточка каждого человека. Занятия вокалом помогают раскрыть ваш природный красивый голос, а также современные уроки вокала проходят в необычной игровой форме и помогают выдохнуть от рутины и наполнить своей энергией. Девушки старались запомнить все советы педагогов, ведь вечером им предстоит настоящий концерт. Рада приветствовать вас. Сегодня у нас особенная серия. Вы сможете проявить себя и свои способности совершенно в новом амплуа, представить перед зрительской аудиторией. Это ответственно и вместе с тем очень интересно. Я исчезала мгновенно, не сидела в засаде. Хочу, буду рассвет, ты прохладлю, а ты есть мое чудо, мне надо. I find a way to let you in, but I never really had to tap. Тут моя ма вонбунт. Стоп, это же я. Все постоянно говорят, что счастье, любят тишину. Углобья летят на век, всюду магия и свет. Я просто привязала бы тебя к себе, чтоб всю жизнь целовать. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Вы сегодня великолепно выступали. Ну и, конечно же, сейчас самый такой ответственный момент, самый тяжелый для каждой из нас. И чуть позже я сообщу о результатах. Хочешь петь? Ждем тебя в Дор-Эмин. И вот наступает самый волнительный момент. Как всегда, очень сложно делать выбор среди вас таких эффектных, красивых, талантливых. Но при этом проект требует этого. Есть две девушки, которых выделили преподаватели, которые выделили все члены жюри. Камила. И Екатерина. Но вместе с тем, поскольку я уже сказала, да, что любой проект требует того, чтобы его покинул более слабый участник, сегодня таких участниц у нас было две. Первая участница — это Мария. Я волновалась, и сегодня я думала о том, да, чтобы вообще не выходить на сцену. Я думала об этом вчера. Я желаю всем девушкам удачи и победы. Но, на мой взгляд, больше всех на эту роль может подойти Катя. Ну и выделили все. Почему-то сегодня первую участницу — это Аня. Я такой человек, что всегда участвовал в конкурсах. И если жюри решила так, значит, должно быть так. Я думаю, что победа достойна Валерия. На этой ноте в проекте осталось четыре участницы. А значит, в следующей серии мы узнаем имена полуфиналистов. Продолжение следует... Продолжение следует...